привет всем любителям стратегических игр вы видите слышите алексея халецкого это значит что вы на канале лёша играет и смотрите продолжение партии за рим 7 civilization 6 ведет рим к процветанию алексей цезарь по имени юлий давайте будем считать что у меня началась легкая биполяр очка или что шизофрения когда ты представляешь себя кем-то другим наполеоном там или цезарем это какое психическое заболевание в любом случае очередная серия так что если вы случайно наткнулись то перейдите к первой серии пожалуйста ссылка на весь плейлист в описании в прикрепленном комментарии там вы можете посмотреть все серии сначала а спонсоры канала все серии видят сразу большое спасибо вам за поддержку давайте продолжать тут у нас вот этот планирую колосс достроить интересно чем использовать два хода я думаю своим ходом достроим уже так могу продать апельсинки кому-нибудь китаю дедона по данус достроила ну и пожалуйста вырубим рыбу здесь так потом нам надо будет пойти скот еще здесь так будут собрали лагерь варваров всего там 355 монет получили не считаю не считаю что это много каком и реально только одно чудо нашли подождите барьерный риф я только помню видел а счету раздельпайны ну то есть еще как но 4 написали 4 клетки то есть еще как минимум где-то 4 чудо должно быть не найдено нами куда дальше пойдем так универ рядом с горой я где-то тут купить собираюсь да вот в кумах библиотека универ и соответственно астрономию открываем уничтожьте врага при помощи мушкетера наверно не получится давайте откроем астрономию и пойдем в индустриализацию прямые паруса мы тут никак не ускорим гости и исследовательские гранты тут македония должна забрать этого ученого если не заберет и его пропущу что исследовательские гранты продолжим археологический музей давайте красота 10 ходов у нас осталось до до конца эпохи что ты думаю в этот раз в этот раз я вряд ли выйду в золотой век что-то мне подсказывает исключительно ты должен чудеса сооружать не согласен шипот дым устраивают празднества да так и есть у нас счастья много хотя смотрите вот я петру достроил следующим ходом колосс дострою умеющую венецианку планирую созданию строителей мне наверно не буду ничего менять есть губернаторский титул так пока в колониализм заглянем ты вот эти как красиво стало но по я еще раз напоминаю где эти линии нас ки там не обрабатывается блин мне тут амбар нужен сто процентов прям и темпло майор вкусами то одно одно озеро всего лишь ну вот это еще озера но тут не сильно наверное я буду вот не знаю стоит ли мне темпло майор строить реально задумал может мне просто гавань построить давайте наверно гавань просто ну потому что там будет жилье у меня тут жилья не хватает в этом городе а крабов просто обработаю не буду вырубать их м не надо пингалу еще не буду рановато рейну давайте на начальника порта там продай не сильно меня большая большое соседство ну десять стала было пять стало десять тут производ ну и вверх соответственно тут час 5 производства дает эти что красиво по моему так тут на к венецианке сколько типа она строится 12 и насколько на производство требует 616 это 200 где-то начать на сотреть ускорит под арбалет наверно не будем подставляться какой-то интересно как к их континенту относятся или отдельно отдельно меха можно продать так и вот кинуть письменные шедевры купил так мне не хватит денег править уже два амфитеатра и я очень сомневаюсь что я смогу получить их у нас индия и персия в науку кстати науку типа в культуру не вроде туризма немного лучше не захватывать слишком много земель соответствует целям игрока политика экспансионизма так и шо ж ты не расселялась то потеряла и у ну странно что индус нихен не захватил на один город только потеряла понимаете так есть колосса у нас дополнительный караванчик появился будем из ости отправлять вы до 13 жителей выросла или может медиалане еще и маяк построить он все плюс одно перемещение дает может лучше реально театралку театралка 5 и и маяк 5 а маяк даст очки эпохи вообще-то ладно давайте маяк но инженеры я на него не буду тратить инженер у меня для венецианки как и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что предприятие на черепахах поставить? Там, по-моему, то ли на культуру, то ли на юниты Персия осуждает. Ну, Персия, скорее всего, потому что я союз с Египтом заключил, и Персия явно Египет мне нравится. А, блин, в конце прошлой серии Шумер мне предлагал объявить войну Галам. Может, его сейчас еще тоже на это попробовать подговорить. Так, рыбацкие суда еще плюс производства. Ко мне Египет торговцев отправляет. Одного только. Что-то слабенькое. Во! Формальный повод объявить освободительную войну Киру. Это у нас национализм ускорит. Понеслась. Потому что он меня осудил, поэтому у меня появилась эта возможность. Вряд ли мы будем с ним воевать. Сейчас бы попробовать кого-то запихнуть в эту войну. Вот, у индуса плохое отношение к нему. А, он готов за деньги. Дипломатический капитал. Так, ну и надо Египет тоже втянуть, чтобы получать плюс 5 на всякий случай. Отлично. Так. Я тут, конечно, развязываю Первую мировую, судя по всему. Сейчас хочу еще с Шумером попробовать реально договориться против Гала. Выступить. О, посольство дал основать. Он даже готов платить. Отлично. На своем континенте развязал войну против центральных держав Ки-Персии и Галлов. Это мне национализм ускорило. Вот его и будем открывать. Так, слушайте, а мне тут корабли мои никакие. Не, да, не, вроде... Вроде не должны добраться. Пошла жаришка. Правда, я не думаю, что мы прям будем участвовать в этих войнах. Мы такие серые кардиналы, которые всех стравили. Не, в Роккедед отправим. Конечно, больше еды было бы в Рим, но Роккедед больше денежку вдают. Наверное, даже можно... Я же уже Каперы открыл. Вот сейчас этого получу Капер. Мы куда-нибудь... Ну да, если вам придется плыть... Блин, может еще Дидону? Она вроде давно... Давно помирилась. Ее бы еще против Амбиорикса. Ага, отлично, готово. Да, вот ее еще против Амбиорикса. С Киром тут... Не фигу. Честно говоря. Кир чисто, чтобы национализм ускорить. Объявление... Это реван... Какого? Освободительная война повысила национализм в Риме. Где-то так на пути к фашизму находимся, похоже. Феодоре продаем. Меха. И... Ох, Тусу и Женеву нашли. Тоже неплохо. Ну, наверное, никуда пока не отправляем. Так, центр коммерции есть. Давайте, наверное, рынок куплю прямо. Караван следующим ходом буду покупать водяная мельница, пожалуй. Хотя бы сам сделаю, но один ход, нормально. Так, тут мы ждем 13 жителей. Продолжаем исследовательские гранты. И курсы не меняем. И курсы не меняем. Хотя уже соседство... Кстати, может, можно было бы уже и открыть морскую традель. Хотя еще немного верфей построено, чтобы соседство ставить. Так, тут надо решить, где нам еще линии Наски поделать, чтобы по максимуму на клетки влияло. В отличие от пятой Цивы, в шестой, к сожалению, на пустыне ничего невозможно. Там фермы никакие нельзя поставить. А вот теперь Александру... То, что он сейчас говорит, это значит, что ему я начинаю нравиться. Потому что войну объявил. Плюс 3. Кампус, отлично. Так. 640. Давайте библиотеку построим один ход, а универ я куплю. Так, этот из ости отправляем. Нет, я хочу рудник. Ну, в нормальный век я выйду. Я вот чувствую, что я тут выйду в нормальный век. А вот, к сожалению... В золотой не вижу даже как. Все уникальные здания построены. Так, 3 заряда. Я хочу тут камень убрать, но это надо будет на район, когда мы будем строить в ости. Пойдем, может, не знаю, железо это обработаем. Северный ледовитый. На самом деле он для меня западный ледовитый. Ну, и не ледовитый. Западный тепловатый. Такой. Так, в путеволах Мокши еще больше можно расти. Надо этих крабов обработать еще. В Анции что строить? Кампус есть, гавань есть, промышленная зона, бани есть. На самом деле нечего. Давайте строители. Сделаю потом, возможно, гранты. Ну, зачем пишет, что Амбиорикс ему может что-то продать, если мы с ним в войне? Так, а что тут за предложение? А, она еще и... Так, конечно, примем. Блин, я и забыл, надо еще этих письменных... Да, мы, правда, у Амбиорикса кучу редких ресурсов покупали. Вот, вот, сейчас можем у скифов их купить. Не важно... Это не важно, что где держать. Просто во дворце вы можете вообще любой шедевр засунуть. А в амфитеатр только текст. Поэтому дворец желательно держать свободным, чтобы туда, знаете, в какой-нибудь руинке найдете, реликвию. Давайте, у нас из путева вообще два бегает. Где мне еще выращивать? Может, из Рима как раз. А, подождите. Только что же у меня был караван. Так, вот тут мы купим клетку. И соберем. Заражем скот. Еще город-государство убили. Там Александр Македонский, походу. Какая-то, посмотреть по названиям городов, кто кого захватывал там. Так, грудник производства. Уголь. Давайте смотреть, что у нас. Уголь есть. Как раз пойдем его добавить. Ну, маловато. Один источник, мало. Давайте поищем уголек. Так, это далеко, далеко. Далеко, далеко. Походу, придется покупать. Это наш. Да, явно придется покупать уголь. Так, тут у нас флотоводец. Так, какой следующий. Броненосец за уголь. Кстати, вот вам еще источник. Уголь, надо один будет вход давать, а не три, как уголь. Так, уже ученый другой. Дает 67 очков великих людей для найма всех текущих и будущих. Кати, прикольно. Альфред Нобель. Поднимайте великих людей, которые хотели нанять тьмы. Подожди. То есть, у Византии 0 очков великого адмирала в ход. И она мне говорит, что она его хотела нанять. Мы можем подождать бесконечное количество ходов, когда ты ее наймешь. Приколка. Да, тут мы Египту продадим. Так, ну вроде война трывая. Мы уже в нормальном веке. Ну, блин, за пять ходов 12 очков. Даже 13. Не очень себе представляю. Ну что, вот Венецианку, например, да? Вот мы достроим Форосский маяк, три очка. И Венецианка, предположим, четыре даст очка. Но это все? Так, где у нас в фабрике будут больше всего выхлоп? Так, шесть. Ну, Востей, похоже, надо. Она в центре. Давайте Востей фабрику. Тут мы покупаем универ. Два. Давайте, наверное, еще строителя. Тут соседство тоже большое. Пять. Ну, где большое соседство, я бы угольные построил. Пять, шесть. Тут два нету интереса. Три тоже маловато. Ну, вот тут шесть. Еще в Вореции, наверное. Здесь, кстати, Вореции... Просто переключим сейчас. Так, а... Собор Василия Блаженного я не открыл. Я же могу его без религии строить? Да. Просто соседство с центром города. Какой-нибудь сюда в дурак... В дуракарторуме поставим. Так, где высокое соседство у промышленных зон, строим в фабрике. Так, тут, наверное, капер построю. Без карточки. Потому что один капер мы сейчас вот с этого флотоводца. Только я его хочу перекинуть поближе, чтобы можно было плыть и тут грабить побережье им. Блин. Построил рабочего и забыл, что для черепах я это делал. Ого, сколько... Индусские города дают хорошо, а на еду... Ханьдань. Одна. Давайте в Ханьдань. Ну, я видел огромный флот вообще у Финикии. Куда она его делала? С понятием, может, сейчас атакует как раз Галлов. Паровой двигатель железную дорогу даст. Но у нас пока у нас и угля мало, и пока она не открыта. Два капера. Вообще, я бы, наверное, шел прям в электричество, в компьютеры. У нас очень много портов, поэтому морской порт нам... У нас две дамбы, то гидроэлектростанция нормально пойдет. Наверное, так пойдем. Не, давай сначала научную тюрьму. Я хочу... Сейчас мне плантации много. Так, плантация, фильтр... Ладно, без фильтров просто плантации. Так. Раз, два, три... Четыре, пять. Опять плантаций. Мне кажется, лучше сюда идти. Плюс два к перемещению. Эти... Гэс поставим. Подожди, это маяк, да? Жаль. Не, ну тут я хочу театралку. Ладно, давай тогда театралку лучше построим. Я не думаю, что тут геликарнас сильно... Ну и мало клеток, реально. Не особо. Так, повозьмем за рейды на побережье. Жене его кто-то перекупил. Поэтому она со мной помирилась. Так. Это интересно. И грабим. 178 монет. По-моему, неплохо. Так, у меня пять послов. Ну я бы в научной ГГшке отправил. Надо только карточку поставить на первого посла. Или кардив засоюзить. Поверьте, кардив же мне будет давать кучу электричества. Давайте кардив союзить. Следующим ходом надо посмотреть. Я правда не знаю, считается ли, что он дает электричество. Пока мы электростанцию... Наверное, пока электростанцию не построим, не будет никакого вам электричества. Не, знаете что? Мы, наверное, здесь будем строить... А вот здесь собор Василия Блаженного будет. Сюда кампус. А, 15% калки. Ну тут нормальные кампы. Неплохо. Корпорацию нам надо явно на мехах делать, если нам... У нас должен там быть какой-то торговец. Во. У нас строит ранний банк и рынок. Нет, я вот его использую для... Меньше мощи. Нанимаем Медичи. Тут давайте... Первый посол отправленный возьмем и... в Женеву и Хатусу. Так. Теперь откроем, наверное, морскую традицию за один год. Красота. И... За каждого жителя города. И районы за золото. 12. Ну, может быть, кстати. У нас еще Мокша. Мокшу точно не хочу прокачивать. Виктора точно не хочу. А Мани... В принципе, тоже нет. И Гранты тут, мне кажется, еще рано. Давайте Рейну. Так, топ. У нас не открыта еще возможность корпорации строить. Поэтому пока... Ну, просто поставим ее вот на меха, где он будет делать корпорацию. Пора уже камень собирать. Эти пушки поплыли Гальские в сторону Шумера. Сейчас мы ему тут эти... Так, ну, может, рабочего просто убить. У него один заряд всего лишь остался. Смотрите, я разграбил? Разграбил. Деньги потрачу на покупку угольных электростанций. Вот тут, где построятся они. Ага, увеличено количество торговых путей. Но можно и караванчик тогда. Уже посмотрю, где максимум. Из Брундизия в Роке Дет. Ну, кстати, Брундизия пускай растет. Еще могу, что ли? А, еще могу. Из Равенны в Роке Дет. Да, потратил 500, но они нам будут в ход давать 70 монет. То есть я это отбиваю буквально за 5, ну, за 6 ходов. Помогаем нашим союзникам в войне. Так, а тут фабрика, по-моему, немного дает. Да, плюс 3. Медресес, Анкары не хочу. Давайте строительный. Шпион тут долго. Путиолах, верфь. Как раз я уже поставлю вот эту карточку. Она очень много производства мне добавит. А почему и нет, кстати? Пока мне эти дипломатические очки тратить некуда. Так, это мне, по-моему, кто-то войну объявил. Нет, вот это мы отклоним. А, кумаси все. Кумаси кто-то засоюзил. Вот это бонус соседства для гавани. 18 производства добавит. Я думаю, я заменю треугольную торговлю как раз. Так, стоп, у нас один посол. Можно воспользоваться еще карточкой. Давайте в Кахоке. Вот так. Теперь тут меняем на два влияния. И... Блин, вообще торговая конфедерация как-то слабенько. 9-9, это уже не так круто, да? Ну, точно морскую инфраструктуру ставлю. Да, может, как-то республиканское наследие. Как у нас, по счастью? Да, в принципе, не проседаем. 4 от 3 до 5 нормально. Счастье можно не смотреть. Давайте морскую инфраструктуру. Два влияния. Вот треугольную торговлю убирать или нет? Есть только натур-философию поставить. 16. Ну, давайте поставлю. Не знаю, кто-то хочется. Мастерские, три культуры. Наверное, вы знаете, что возьму. Это нормально так. Мастерских добавит... Э, культуры добавит. Давайте вероятность побега. Да я сейчас его переброшу в какой-нибудь другой город. Кваратта. Дружбищен Драгутты. Надо, надо. Так, а что это он? Почему-то... Не получается. Он, наверное, что-то... Должен на что-то сказать, что-то на что-то среагировать. С того, что я сделал. А, вот. Мы нанимаем тех великих людей, которых хотел он. Вот теперь с ним можно... Вот это иногда бывает почему-то. Так, а радио... Радио, кстати, по-моему, прикольно, что мы ускорили. Потому что там национальный парк требуется. А мы тут нигде его не построим. Вот теперь я венецианку хочу. Да, Витя, на три хода. На треть. Ускорил. Так, а другого поймали шпиона. В Вавилоне. А, подожди, так поймали того, которого я прокачал сейчас, нет? Прокращу немедленно. Много его выкупать, конечно. Так, здесь я сделаю... Поставлю в очередь театралочку. И вырубаю камень. Относится кости, да. И здесь покупаем угольную. 85 производства. Нормально. То есть, кто не в курсе, угольная дает столько же производства, сколько соседство промышленной зоны. Соответственно, так как у нас еще и карточка, то сама промышленная зона плюс 12, и угольная еще плюс 12. Ну и электричество появляется. А у нас еще кардив наш союзник, и он еще должен давать электричество. Так, потому что у нас тут электричество должно сейчас быть... Завались. У нас Рокидет самый выгодный торговый партнер. Ну, столица Египта. Но сам-то Египет не особо развит. Пушка решила не уплывать. Я, наверное, продолжу еще строители делать. Лишь мне строителей. Тут, видите, так много клеток необработанных. Да, я бы электричество открывал. И, пожалуй, торговую республику откроем, примем ее. Для монархии. И пойдем дальше в урбанизацию. Нам радио надо. Надо после электричества, наверное, в радио идти. Или в химию. Да, тут стоим, ждем. Или вот в бирже, как бы в экономику, чтобы корпорацию поставить на лисичках. Ну, вариантов, короче, тут громадье, конечно. Блин, у меня тут еще разные религии приносят постоянно. Стоимость производства и приобретения, ну, снижена за производство. Давайте. К типичным бонусам при отправке в него торговцев. Ну, я бы за промышленные проголосовал. Там бы... Не знаю, что у меня Кардив будет давно. Но у меня Кардив и Гонконг. Вот тут я бы, кстати, вложился. Все равно, если ваше предложение не проходит, то голоса вам возвращаются эти дипломатические очки. Так, снижено за производство. Отправлено в промышленные города-государства. Отлично. Так, премиум торговую республику. Что-то у меня тут стояло. Треугольная торговля стояла. И натурфилософия, по-моему. Да, монархическое наследие нам не надо. Карея республиканская. Я буду ставить два влияния учетные банки. Соседство промышленной зоны. Ну, не знаю, ветеранство было. Стоит ли его уже все еще ставить или уже... Вообще, мне надо соседство... Ну, ладно, блин, 16. Там что-то еще... Ладно, ветеранство поставь. Там что-то еще строится. Ну, вот верфь, да, например. И вот верфь. Так, надо линии носки опять рисовать. Вопрос, где ну вот здесь надо. Блин, какие у меня красивые линии носки, конечно. Надо просто вот по периметру вот так, да? Ну, кстати, вот здесь еще линии носки. Мир там никто еще не заключил. А уголь, кроме меня, у кого-нибудь есть? Пока ни у кого. Ну, у меня мало. Один источник, это мало будет. Странно, просто держал тут рядом со мной пушку, и в итоге я ее убил. Так, как я и говорил, угольные мы покупаем. Какой-то дипломатический квартал хочется построить, но не в этом городе. Давайте шпиона. Так, по дипломатической победе у нас как? Нет. Все довольно далеко, да. Ну, очков восемь, наверное, не хватило, да? Восемь очков. Это мы сейчас же выходим или следующим ходом? Что-то не помню. Да, примем посольство шумеров. Интересно, как там война. Ну, я только видел, что гала отправили пушки в сторону шумера. Вышли в промышленник. Я хочу посмотреть у остальных, куда они вышли. О, Вавилон, Золотой век. У всех остальных нормальные и темные у Дидоны и Феодоры. Представляю себе, да. Ну, тут вот не видать, что были какие-то особые боевые действия. Рыбацкое судно надо, кстати, будет разграбить. И галл в войне со мной, с Дидоной и Шумером. Вообще, можно индусы еще подговорить. Давайте я сейчас подговорю индуса, прежде чем мы... Так, с Кельгамешем дружбу. Индусы еще подговорю на галла нападать. Что у нас такая была... Коалиция. А, не могу почему-то. Видимо, как бы, может, они недавно как-то мир заключили или что? Почему-то... Только право прохода есть. Или я просто недавно уже предлагал присоединиться к войне, и оно не так часто срабатывает. Не знаю. Посмотрим. Развитие. 42, 39, 37. Блин, что-то я никак не могу догнать по технологиям. Видите, галл вперед вырвался. Но он где-то вот сюда явно вышел. А я в электричество иду. У меня, конечно, в компьютеры побыстрее. Что у нас с затоплением? Пока еще нету. Но я вот только сейчас начинаю топить. Блин, может, мне сейчас прямо пойти в компьютеры? Потому что у меня ни одного военного лагеря. Странно, за Рим, конечно. Но ни одного военного лагеря, и, соответственно, у нас военных инженеров не будет. Ну ладно, это, наверное, уже в следующей серии тогда решим. Спасибо, что смотрели. Не забудьте оставить комментарий и лайк. Раз уж царили до конца, явно вам нравится и уже столько серий. А если очень нравится и хотите быстрее продолжение увидеть, установите спонсорами. Для них весь сериал выходит сразу. Ссылка в плейлисте. В описании и в прикрепленном комментарии. На этом все. Играйте в умные игры. Слава Украине! Живе Беларусь! Всем пока! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok